Серебряный призер игр в Сочи Своей стороны, все те призовые, которые мы готовим сюда для олимпийцев, пара олимпийцев, они остаются в силе. Это может быть мелочь, но приятная. У нас по 2 миллиона мы выплатим каждому из вас и всем тренерам, которые старались, готовили для того, чтобы поддержать. Ну и, я думаю, что жизнь продолжается, будем встречаться дальше. А эти ребята – будущее паралимпийского спорта. Губернатор побывал в Ледовом дворце «Армада», где тренируется команда юниоров по слэдж-хоккею «Умка». В ней занимается 14 ребят, начиная с 12 лет. Наталья всегда с радостью выходит на лед и мечтает стать хоккейным комментатором. Я хочу комментировать игры, может быть, нашей паралимпийской сборной, молодежной сборной тоже по слэдж-хоккею. У них, кстати, золото. Недавно прошли игры с сборной Казахстана. Там были все взрослые игроки сборной. Андрей Воробьев подчеркнул, что условия для развития спорта в Московской области на высоком уровне. Наши спортсмены скоро поедут за новыми наградами. 18 марта начнутся всероссийские зимние игры паралимпийцев «Мы вместе – спорт в Ханты-Мансийске». Очень много в области делается в целом для развития адаптивного спорта и, в частности, для создания условий, чтобы наши ребята могли полноценно тренироваться, выступать на соревнованиях. Это не случайно одна из самых больших делегаций, которая была и в Токио, и в Пекине, и сейчас на игры в Ханты – это представительство Московской области. Мария Шмоткова, Екатерина Крамор, телекомпания «Одинцова».